Караганда Апака Байжанов обнаружил розцы черных камешков у одной из сырочих нор, которые хорошо горели. Произошло это в урочище Караганды-Басы, в 25 километрах южнее реки Нуры, на территории нынешней шахты Северная. В честь Апака Байжанова названа угольная шахта в Узенке, улица в поселке Курьяновский, что за Майкудуком. А также в 1999 году был установлен всем известный памятник перед областным Коровическим музеем на перекрестке улиц Юрубаева и Лободы. А также не всем известный факт, проспект Нуркена-Абдирова до 1967 года также носил имя Апака Байжанова. Жители окрестных аулов использовали этот уголь для отопления своих жилищ, но по большому счету на первых порах находка Байжанова не привела к каким-то значительным изменениям в жизни края до тех пор, пока на горизонте не появился Петропавловский купец второй гильдии Никон Абрамович Ушаков. Итак, в апреле 1846 года Ушаков получает дозволительное свидетельство на право разыскания и разработки разных руд и металлов по Западной Сибири и в Киргизских округах, то есть на нашей территории. В июле следующего 1847 года Ушаков вместе с экспедицией из Петропавловска прибывает в район нынешней Караганды и первая его заявка относится к угольной копии Саран по реке Сокур. Также он находит богатые месторождения меди южнее в урочище Нельды. Тот рудник до сих пор сохранился, Успенский медный рудник, который получил свое название по имени села Успенская. В 1848 году Ушаков приобретает на свое имя урочище Нельды и угольные копии Саран. На территории центрального Казахстана и нынешней Караганды, в частности, люди жили с незапамятных времен. Здесь были земли среднего жуза, который в основном был представлен родом Аргын. Большая часть населения была сосредоточена в Каркаролинском, Акмолинском и Адвасарском уездах. В основном местное население казахи занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни, небольшой процент из них занимался земледелием и так тянуло с давних времен. А первые переселенческие поселки на территории нынешней Караганды и в ее окрестностях появились в начале 20 века после революционных событий 1905 года. В 1908 году в Казахстан прибыли переселенцы из Ростова-на-Дону. Так появилась Ростовка. В 1911 году было основано село Зеленая Балка переселенцами из Полтавской губернии. Также в 1906-1908 годах появились Большая Михайловка, Дубовка, Федоровка, Старая Тихоновка, Пузенка. Тогда же возникли поселки Преображенский, Романовский, Рождественский, Черниговский, Киевский, Ивановский, Петровский, Санниково, нынешняя Бутакара, Доленко и многие другие, основанные украинскими, русскими, немецкими, эстонскими и другими переселенцами. В основном крестьяне селились по берегам Реп, берегам Нуры, Букпы, где можно было заниматься земледелием. Однако те, кто оказывался вблизи Караганды, часто шли работать на шахты, которыми в то время заправляли французы, потом англичане до революции. А после революции в уже новой стране, при новой власти, события начали происходить по-новому, и масштаб этих событий тоже был новым и доселе невиданным. В 1920 году геологическая экспедиция под руководством Александра Гопеева устанавливалась, что запасы карагандистского угля достаточны для создания здесь топливной базы для развития металлургии не только Центрального Казахстана, но и Южного Урала и других регионов. И вот здесь мы и подошли к 1930 году, когда на территории карагандистского угольного бассейна начинается масштабное, грандиозное строительство. Строительство города началось с приказа номер один начальника отреста «Казахстройуголь» Корнея Оисповича Горбачева, который звучал так «Наладить производство самана и разработку камня для строительства жилых домов железнодорожного типа». В приказе говорилось о строительстве примерно 20 домов. Но для того, чтобы осуществить задуманное, то есть заложить шахты, построить заводы, наладить инфраструктуру, нужны были десятки тысяч рабочих рук, которых в Караганде не было. В 1930 году по указу Сталина была объявлена война не на жизнь, а на смерть кулаку. По всей стране прокатилась волна расплачивания. Кого называли кулаками? Зажиточных крестьян, которые могли и умели работать, которые не видели для себя выгоды от вступления в колхоз и с осторожностью относились к идее коллективизации. И вот из таких людей составился целый класс, который необходимо было смести с лица земли. У них изымалось имущество, рабочий инвентарь, продовольствие, из которых потом составлялась материальная база для будущих колхозов, а самих кулаков и членов их семей высылали за пределы республики. Таким образом, по некоторым данным, в Караганде и Карагандинской области оказалось около полумиллиона крестьян из Центральной России по Волжье, Украине, Марьинбурге, Кубани и других регионов страны, за счет которых и была решена проблема нехватки рабочих рук. И если...